Греко-римская борьба – это один из старейших видов спорта. Он входил в программу первых античных Олимпийских игр, которые прошли еще в 774 году до нашей эры. Надо отметить, что в этом виде спорта соревнуются исключительно мужчины. Во всем остальном она очень похожа на вольную борьбу. На минувших выходных в Прикубанском сельском поселении состоялся турнир по греко-римской борьбе, на котором побывали и наши корреспонденты. В преддверии Дня защитника Отечества в Прикубанском сельском поселении состоялся муниципальный турнир по греко-римской борьбе. В нем приняли участие юноши 2003 года рождения и младше. Побороться за победу приехали спортсмены из Крымского, Темрюкского, Славянского районов. Пожелал удачи ребятам начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. На соревнованиях также присутствовал воспитанник детской юношеской спортивной школы «Триумф» Никита Степанов. Недавно он вернулся с соревнований Южного федерального округа по греко-римской борьбе, которые проходили в Ростове. Там он занял второе место. Можно было, конечно, и лучше стараться выступать. Ну, так получилось. Ничего, все впереди сейчас. Впереди финал России. Будем там стараться показывать результаты. Потому что все возможности есть. Все, поддержка тренера. Такого успеха, признается спортсмен, удалось добиться благодаря упорным тренировкам и, конечно же, тренеру. Сергей Буштец – заслуженный тренер России. Более 20 лет он обучает славянских спортсменов мастерству древнего вида единоборства. За своих борцов Сергей спокоен. Он всегда уверен, что у них все получится. Сейчас, говорит тренер, им с Никитой предстоит упорная подготовка к следующему этапу. Это был отбор на финал России, на первенство России, которое будет в городе Чехово 28 марта, в конце марта в Подмосковье. Выступало два борца у нас. Никита Степанов занял второе место. В финале проиграл призеру первенства Европы Юсупову с города Ростова. Ну, первая, третья попадает на финал. Я думаю, там мы постараемся отквитаться. Никита Степанов на этих соревнованиях присутствовал в качестве примера для юных спортсменов. Ведь им всем еще есть куда стремиться. Участник соревнований Дро Аганисян с Тимрюкского района говорит, что в будущем у него много планов, связанных со спортом. Пришел защищать часть нашего города Тимрюк. Привязан к этому виду спорта. У меня занимаются вся семья, все родственники борьбой. У меня и я, где тренер, и отец был тренером. Мне очень нравится этот вид спорта. Хочу не кидать борьбу спортом, заниматься. Быть в форме всегда хочу. Ну, еще борьбу не собираюсь бросать. Может и спорткомплекс открою. Для нашего земляка Матвея Коробова эти соревнования первые. Он недавно занимается греко-римской борьбой. Поэтому волнение перед выходом на ковер присутствует. Я уже на греко-римскую борьбу хожу. Семь месяцев. Это первое мое соревнование. Я волнуюсь очень. Меня приехали поддержать родители. Я хочу выиграть. Поддержать Матвея в этот день приехала его семья. Мама спортсмена Лариса Коробова считает, что поддержка близких обязательно поможет ему справиться с волнением и победить в этих соревнованиях. Для него это очень важное событие. Мы всей семьей пришли его поддержать. Поболеть за него. В Славянский район представляли воспитанники двух спортивных школ. Дю США Станицы Петровской и Дю США Триумф. Всего приняло участие в соревнованиях 170 человек. По итогам призовые места заняли 13 спортсменов из нашего района. Победители отправятся на краевой этап соревнований по греко-римской борьбе. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа События.